Капитальный ремонт здания цирка должен по плану начаться в октябре этого года, а закончится в декабре 2018. В связи с этим у городских властей возникла идея облагородить и прилегающую территорию, вот например вот этот муниципальный сквер. В администрации Свердловского района рассказали, что к универсиаде эта территория будет благоустроена, земля принадлежит городу, поэтому весь вопрос в том, что здесь появится. Ориентировочно ремонтные работы в сквере запланированы на следующий год. Техническое состояние сквера требует ремонта, то есть нужно сформировать и дорожки новые, нужно сформировать газоны, наполнить этот объект благоустройства какими-то возможно арт-объектами, какими-то фигурами озеленения, ну какими-то уже современными атрибутами объектов благоустройства. Ну поэтому мы и хотим жителей спросить, что бы вы хотели там видеть. Кроме обсуждения с горожанами, руководство цирка совместно с администрацией Красноярской союзом архитекторов планирует провести конкурс эскизных идей среди профессионалов. Сейчас разработкой плана капремонта цирка с прилегающей территорией, входящей в собственность цирка, занимается граждан-проект. Главный архитектор Владимир Ульянов показывает предварительные планы. Площадь перед входом частично озеленят, скульптуру клоуна немного переместят, а как может измениться существующий муниципальный сквер, в этом должны помочь участники конкурса. Нужно наработать эти идеи, как говорят, наговорить их, обсудить, поспорить, предложить. Только тогда, может быть, в какой-то степени появится какая-то истинная необходимость максимального осторожного использования вот этой территории сквера. Что касается самого здания цирка, то на его капремонт ориентировочно потребуется около 700 миллионов рублей из федерального бюджета, так как это федеральная структура. На первом этаже разместятся детские кафе, игровые зоны и локации, которые будут работать с утра до вечера. Планируют внутри здания оставить мозаику, а перед цирком тоже хотят оставить знаковый объект. Мы сохраним фонтан, возможно, изменим его. Это будет возможность выноса столиков на улицу, чтобы семьи могли там сидеть. Будет небольшое сценическое пространство для того, чтобы для отдыхающих цирковые студии Красноярска, возможно, цирковые артисты, которые у нас будут на летнем периоде и на гастроли, показывали некие представления. Как рассказал директор цирка Александр Рыжов, денег на проведение конкурса эскизных идей пока нет. Он планирует собрать необходимые 300 тысяч рублей у спонсоров и неравнодушных горожан. Если же эту сумму не удастся найти, то цирк готов профинансировать этот проект, но с уменьшением призового фонда. Андрей Стердем, Алексей Гусев, Всеволод Никитин. Новости.